Doom Mini или Mamba? Что лучше? Вы же слышали фразу «всё познаётся в сравнении»? Учёные подтверждают её. Одной из важнейших функций мозга является сравнение. Выбор между Mamba и Doom Mini от Beer Hunter ошибиться невозможно, это аксиома. Но сегодня мы будем разбираться в общих чертах и различиях наших арбалетов. И выбирать нет, не лучший арбалет. Выбирать лучший для вас, для решения вашей задачи, для ваших пострелушек или охоты. И тут уже без сравнений не обойтись. Всем привет, с вами несравненный Олег, Beer Hunter и арбалеты. Поехали! Почему я решил сравнить именно Doom Mini и Mamba? Потому что чаще всего вопросы о различиях задают касательно именно этих моделей. И то и другое, живая классика их ценовых категорий. Фанаты арбалетной стрельбы и новички все интересуются этими моделями. Так почему же их путают? Всё просто. Mamba и Doom Mini это арбалеты-пистолеты. Они компактны, легко помещаются в руки, не сильно уступают по мощности средним и полноразмерным даже моделям. Давайте же разберёмся внимательнее, о чём они. Mamba. Первый арбалет-пистолет с нормальной блочной системой, появившейся в России, а вероятной в мире. До этого были разнообразные попытки установить такую систему на малоразмерные арбалеты, но у Mamba это вышло сделать без неудобства для стрелка и потери мощности. Для того, чтобы Mamba появилась на свет, нужно было решить проблему. Узкий размах плеч требовал изменений в расположении тросов блочной системы. И из-за этого возникали проблемы. Потому что в классической системе тросы идут под направляющей. То есть они опускаются ниже уровня блоков. А как мы знаем, тросы наматываются на блок. То есть чем сильнее блок наматывается на модуль, тем он больше становится в плоскости этого троса. Понятно, что блок, который расположен вот так вот, под таким углом, не сможет намотаться на трос, который под таким углом расположен. Когда блок начинает наматываться на трос, он выпрямляется в ту плоскость, в которой стоит трос. Так вот, у нас направляющая, она прямая, ровная. Здесь стоят два блока. И тросы, которые уходят под направляющей. Соответственно, когда мы натягиваем, у нас угол-то уже большой. Если на большом арбалете, там, на сантиметр отклонения, это прям буквально на блоки на полмиллиметра и наклоняются, да? Ну ладно, на миллиметр. Ну ладно, на два даже. То когда у нас расстояние между осями вот такое вот, то у нас блоки будут прям вот так вот уходить. Для того, чтобы перекрестие это работало. Ну и нагрузка, соответственно, в этом месте тоже была бы гигантской. Гигантской нагрузкой, там большое трение, большие потери. И вряд ли такая система долго бы прослужила. Поэтому создатели решили все по законам макраме. По-особенному развели тросы так, что перекрестие и избыточное напряжение на блоке исчезло. Мамбу чаще всего выбирают для развлекательной стрельбы. Хобби. Или самообороны. Теперь познакомимся с Doom Mini. Он является этаким логическим продолжением эволюции пистолетного арбалета. Главное конструкционное и концептуальное его отличие от мамбы – это система обратных плеч. Зачем? Надо, чтобы рабочий ход тетивы увеличить. А следовательно, и мощность выстрела возросла. Дополнительный бонус. Так центр тяжести арбалета смещается от носа к рукояти, что лучше лежит в руке. И та меньше устает при прицеливании, да и просто удобнее. Правда, нагрузка на плечи и колодку оружия, развернутая от стрелка, требует особого укрепления деталей. В Doom Mini больше высококачественного металла, поэтому он на 200 грамм тяжелее. Но эта разница как раз-таки с лихвой компенсируется центром тяжести, смещенным к рукояти. В Doom Mini это уже не просто арбалетно пострелять. Конечно, он так же, как и мамбу, подходит для развлечения. Пострелять по банкам во дворе в компании самое то, да и фотки будут эпичные. Но при установке усиленных плеч он подходит для охоты на мелкую и даже среднюю дичь. Так что добыть оленя из арбалета пистолета это ачивка настоящего охотника. В плане охоты Doom Mini обладает еще одним бонусом. Это маленький диаметр стрелы, чем у полноразмерных арбалетов, что делает проникающую способность таких стрел выше. Проникает как масло разит в самое сердце. Мощная шутка. Сразу отмечу, что влюбленный волк уже не хищник, так что если вы влюблены в многозарядность, вы можете изучить модели Мамба и Doom Mini агрегатор. Но они уже не подходят для охоты. Точнее, ко всему привычен человек, но извращением таким мало кто будет заниматься. Хотите охотиться из маленького оружия? Берите Doom Mini. Хотите охотиться на 100 банок? Попробуйте агрегатор. Приятная особенность арбалетов пистолетов это встроенная система натяжения тетивы, с которыми справится даже ребенок. Это делают такие арбалеты прекрасными для стрельбы с друзьями, чьи пальцы еще не стали каменными, а движения, зарядки точными, как у робота-хирурга. Просто, быстро, натянул и стреляешь. У обоих моделей сходные возможности по прокачке. Приклад, планка, вивер, оптика на ваш вкус. Как вы привыкли, так вам и будет удобнее, интереснее, так и дополняйте. Магазин для многозарядной стрельбы требует конструкционных изменений всего арбалета, поэтому его нельзя навесить сверху. Хотите многозарядные? Берите модельные ряды агрегатор. Но я-то вас знаю, и сам-то не проще поковыряться в готовой модели с напильником и армированным скотчем и прочими подручными средствами, улучшить все, что было и так хорошим. Например, снять с агрегатора магазин и получить однозарядный арбалет. Зачем? Да неважно, просто делюсь своими мыслями. Хотя у меня есть в голове идея записать видео про то, как переделать агрегатор для охоты. Там, на самом деле, не то чтобы сложно. Нужно всего лишь приделать планку вивера до прижимной язычок. Ну, на самом деле, смысл в этом есть, потому что многозарядный арбалет ограничен своими боеприпасами. Вот есть только два вида дротиков и все другое вы туда не вставите. В то время как, если у вас арбалет однозарядный, вы можете экспериментировать со стрелами, с весами, с наконечниками, с длинами, с диаметрами, ну и так далее. Давайте по характеристикам. Длина обоих арбалетов 41 см, то есть оба они влезают в рюкзак. Но мы рекомендуем хранить их в специальных сумках-чехлах, которые вы найдете в магазине Beer Hunter. Размах плеч тоже практически идентичный. У мамбы 21,5, а у думмени аж 21 и 84. Штанги циркуля дрождали, когда мы измеряли. Во взведенном состоянии размах всего лишь 15 см. Это короче, чем средняя длина, не того, о чем вы подумали, а расстояние от указательного пальца до основания ладони. Вау! Вот рабочий ход тетивы отличается заметным. Благодаря обратным плечам у Doom Mini рабочий ход всего... Не всего, а ни хрена себе, 21 см. Благодаря обратным плечам у Doom Mini рабочий ход тетивы 21 см против 16,5 у мамбы. Размер не главное, но если вы ищете мощный арбалет, каждый миллиметр на счету. Скорость вылета стрелы из мамбы 105 метров в секунду, а у Doom 138. Эта разница прям чувствуется. Реально, по моим личным ощущениям, Doom Mini на 20 или 30% мощнее бьет. Сила струится по струнам тетивы, а стрела прошибает стены. На обе модели, кстати говоря, можно поставить усиленные плечи и разогнать малышей еще сильнее. Но, если что, мы вам этого не говорили. Ответственность за любое такое внесение изменений в арбалет лежит на вас. Стреляйте так, чтобы было интересно, а не больно. Ладно? Перейдем к цене. Почему мамбы почти в два раза дешевле Doom Mini? Разница лежит в более широком целевом назначении Дума. Возможности полноценно охотиться, а также в том, что обратные плечи требуют укрепления деталей. А металл и его тонкая обработка тратят больше производственной мощности. Давайте подведем итог. Что лучше, Doom Mini или мамба? Ответ? Все зависит от вас. Обе модели отлично смотрятся и работают в арсенале как новичка, так и профессионального стрелка. Если вы хотите иметь возможность охотиться, берите Doom Mini. Его мощность делает даже охоту на банки во дворе дома более зрелищным и приятным действием. Если же вы хотите чисто арбалет для развлечения, что-то, что будет интересно вам и вашим друзьям, что будет украшать ваш интерьер и что приведет вас в мир арбалетной стрельбы, выбирайте мамбу. А Doom Mini или его полноразмерную версию покупайте, когда войдете во вкус. Хотите узнать подробнее о каждой из этих моделей? Отлично! Так у нас есть полноценные обзоры на обе. Тыкайте на видео о модели, которая вас заинтересовала и смотрите полный обзор. Расскажите в комментариях, какая модель понравилась лично вам больше и почему. И, конечно же, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и врубайте уведомления, чтобы не пропустить новые арбалетные видео. Переходите по ссылке под видео, чтобы изучить весь арсенал Бирхантера и выбрать модель, в которую вы будете влюблены всю свою оставшуюся жизнь. А с вами был Олег и Бирхантер. Точной вам стрельбы и всего хорошего. Пока!